Это невероятный, неубиваемый телефон Крепкий Орешек. Вы наверняка знали его. Мы каждый раз с огромным удовольствием испытываем его на прочность. И пока, пока ему всё по плечу, на нём не царапины, друзья, ничего с ним не происходит, всегда цел и невредим. И мы сейчас это докажем. В этой глыбе, да, кто бы мог подумать, спрятан этот телефон. Спрятан телефон Крепкий Орешек. Итак, друзья, наберите номер, кто-нибудь, если можно, помощники, помогите нам. Нам надо позвонить, доказать, что этот телефон работает даже в лодочке льда. Посмотрим, что произойдёт. Ждём звонка, ждём Оля твоего звонка. Вот, 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 загорелся, видите, загорелся экран, значит, телефон работает, значит, можно ответить. Ну, чтобы ответить, надо же разбить, надо разбить этот лёд. У меня есть специальный молоток для этого. Итак, готовы, друзья? Молоток стальной. Ой, экран лежит сюда, кверху, то есть мы можем попасть по экрану, и у другого любого телефона он бы давно уже разбился, этот экран. Попробуем, готовы? Раз, два, три! Посмотрите, друзья, я сейчас добью его, ну, добью лёд, никак телефон наш не добью. Слушай, почему он не сломался? А нашему телефону всё по плечу, друзья. Всё, видите, экран целый. Космические технологии, использованные при создании этого телефона. Видите, металлические вот эти пластины. Это специальный сплав, который используется при строении космических кораблей. Но ответить я пока не могу. Не могу, потому что кнопки замёрзли, вода, сами понимаете. Согреть надо наш телефончик. Согреть надо. Для этого у меня есть специальная чашка. Видите, специальная чашка. Поливаю жидкостью, поливаю обильно, чтобы пламя было ярким. И я сейчас на ваших глазах подожгу этот телефон. Посмотрим, что произойдёт. Я надеюсь, что всё обойдётся. Раз, два, три! Воу, вот это пламя, вот это огонь! Телефон горит и продолжает работать, друзья! Телефон продолжает работать. Пламя не хочет гаснуть, друзья! И всё хорошо, всё хорошо, что хорошо кончается. Телефон работает. Вы видите, вот так я покажу. Рыбаки, экстремалы, дети, в конце концов, внуки. Друзья, или если вот... У всех бывало такое наверняка. Выскользнул из телефона и разбился. Идём, чтобы его починить. Естественно, ремонт стоит гораздо дороже, чем приобрести новый телефон. Посмотрите, что бы я с ним ни сделала. С ним ничего не произойдёт никогда! Это самый крепкий телефон на свете! Это крепкий орешек! Оля, а теперь я тебе принёс аквариум. Аквариум с нашим телефоном, друзья! Он работает не только на суше, не только в огне и во льду, но и под водой прекрасно себя чувствует. Зачем нам это понадобится? Скажете вы, зачем мне телефон, который работает под водой? Зачем? Объясняю. Например, поехали отдыхать куда-нибудь и захотелось фотографировать под водой что-нибудь. Легко! Нажимаю и фотографирую, друзья. Оп! И снимок уже сделан. Понимаете? То есть не нужно отдельно покупать дорогущий фотоаппарат, который может фотографировать под водой. А видео можно под водой? Всё. И видео можно снимать. Всё, что угодно можно делать. Видишь, есть настройки даже, различные эффекты есть. Всё это есть. Но и это ещё не всё. Оль, бывает, что на рыбалке вот мы, мужчины, что-нибудь роняем в воду. Так. И в мутной воде ничего не найти. Но здесь есть фонарик, который работает под водой. Во время того, когда ты, например, фотографируешь, этот фонарик будет служить вспышкой, яркой светодиодной вспышкой. А здесь он выступает в качестве обычного фонаря. Ну и это не главное. Знаешь, что нравится мне в этом телефоне? Кроме того, что его невозможно убить. Практически невозможно сломать. Он работает до 7 недель без подзарядки. Вот это очень легче. 7 недель на секунду. Это 2 месяца, друзья. Почти 2 месяца этот телефон можно не заряжать. Представьте, какой-нибудь другой телефон может похвастаться такой дживуточностью, такой долговечностью. Ну, слушай, правда, скоро все в поход пойдут. Даже можно на месяц, на два идти спокойно без зарядного устройства. Тексет вас не подведет никогда. Наш Крепкий Орешек. Идеальный подарок на 23 февраля. Для крепкого мужчины Крепкий Орешек. Номер лото 169-011. Ванечка, я должна сказать, что сейчас оплачивать не нужно наши подарки. Мы оплачиваем свою покупку потом, при получении. Вот так. Итак, друзья мои, еще раз напоминаю, 7 недель в режиме ожидания. Это пригодится не только людям, которые любят активно отдыхать или экспериментировать со своим телефоном. Просто не заряжать телефон свой, это, по-моему, прекрасно. Второй момент. Очень удобно, когда телефон может упасть даже на асфальт, даже большой высоты. И даже если по нему проедет автомобиль, и он при этом не разобьется. Согласитесь, такой живучий телефон нужен каждому из нас, друзья. Далее. Я буквально недавно, я говорю абсолютно серьезно, видел этот телефон, знаете, у кого? У инспектора дорожной полиции. Понимаете? Я представлю, что ему удобно. Да, он практически несокрушимый. То есть ему нужно срочно куда-то реагировать на вызов. Побежал, уронил этот телефон. Легко он его сможет поднять, и все. Мороз, холод, замерзает, все. Но только не наш телефон. Ты знаешь, вот сейчас вот зимой, сколько в сугробах мы утопили телефонов. Потому что мы и в снежки играем, и на санках катаемся, и асимонс вылетают из карманов. Вот этот телефон не погибнет даже под толщей льда. Даже находясь в воде, друзья, это уникальный телефон, который нужен вам обязательно. Продолжение следует...